здравствуйте дорогие друзья у нас очередной прямой эфир сегодня те кто видит меня впервые в жизни докторе на березовской сейчас я тут настраиваю рабочее место я надеюсь что вы меня хорошо слышите сегодня у нас очень очень такая щепетильная тема тема третьем поле то что это такое мы будем говорить о трансгендерах мы будем говорить о гормональной терапии этих людей и сегодня у меня у гостях очень уникальный врач детский педиатр юлия сидорова из москвы которые вот как раз юля присоединяется сейчас юля появится так вот здравствуйте юля гостях тем более затрагивать такую тему я уже вас представила да но вот что я хочу сказать человек который не просто приводит гостей для разговора ну вот так случайно когда я знаю меня просто поразил ваш вот этот экспертная экспертная смелость затрагивать многие вопросы которые вы рассматривали своем блоге вообще как специалист вы беретесь за детской эндокринологии которые ненавидят большинство эндокринологов потому что да потому что что такое детская эндокринологии это ведь детский организм он меняется буквально ну говорится кардинально там и бывают вот эти различные проблемы с со всплесками гормона и период созревания полового и фактически это не просто эндокринологии это ведь ну как бы все развитие ребенка которое зависит от гормональных уровней и один из таких вот и одна из таких тема которые мы будем сегодня говорить о третьем поле знаете что когда я создала книгу дочки-матери условно родителям о девочках там была глава как раз на тему трансгендерства и вообще о восприятии детей своей сексуальности и сексуального ну как бы сексуального пола скажем так и вы знаете и стать попросила удалить но она спросила мне разрешение могут ли они удалить эту главу потому что видите ли в россии на эту тему якобы не принято говорить даже запрещено то есть чтобы книга не попала черный список они эту главу удалили и конечно жаль потому что тема очень актуальная и мы не должны закрывать глаза на эту тему перед тем как я вам дам слово я вам сегодня буду давать много слов я бы хотела чтобы мы немножечко обсудили как раз вопрос что такое трансгендерство потому что здесь очень много ну неправильных интерпретаций и кроме того вот старое название транссексуальность называли когда-то сейчас от этого отошли то есть что мы понимаем под трансгендерством ну как бы в современном в современном мире медицине ну вот я скажу с позиции детского эндокринолога да потому что как-то уже со взрослыми больше встречаются взрослые да эндокринологи когда осуществляют там переход уже у детских эндокринологов проблема такая что иногда как бы дети могут выглядеть не в соответствии со своим полом да то есть это так называемый интерсекс люди да у которых там допустим при рождении какие-то непонятные гениталии то есть невозможно их определить ни к мужскому не к женскому полу да вот стандартной ситуации является там рассказы времен советского союза о девочек с верильной формы врожденной дисфункции коры надпочечников когда большое количество гормонов обладающих мужской активностью приводит к тому что увеличивается в размерах клитор да и при рождении кажется что ну и там могут быть даже мошонкообразные половые губы и кажется что это на самом деле мальчик да и такие люди раньше регистрировались мужском поле а на самом деле это были девочки и потом под разной степенью реализации они могли менструировать и когда в 14 летом 12 человек узнает что на самом деле он не мальчика девочка но это действительно большая трагедия как для ребенка так и для семьи к сожалению такие заболевания тоже сейчас есть и тоже стоят становится большой вопрос о том какой выбрать пол потому что вот конечно хотелось бы послушать как в канаде да с этим вопросом но в россии да и нужно строго выбрать пол мужской женский ребенка практически никто не спрашивает ну и три года невозможно да определить свой гендер я как раз добавлю потому что скажем ну диагнозом рожденная гиперплазия карнатпочечника который несколько по типам 13 или 14 из по типам или видов а к сожалению злоупотребляют и собственно говоря ставят только по одному там уровне 17 пк и женщину садят якобы на стероидные препараты во первых это действительно вот вы правильно сказали что врожденная гиперплазия карнатпочечника раньше называлась андрогенитальным синдромом и на те которые сопровождались повышение мужских половых гормонов и не только там значит были метаболиты этих гормонов и действительно такие случаи сопровождались врожденные клитромегалии которые есть но клитер это фактически ну как из одного и того же теста что и половой член и поэтому когда был увеличен клитер ясно что это называли половым членом и никто фактически не занимался лечением таких женщин и очень часто они потом страдали бесплодием но самое интересное что смешанные типы сексуальные тип то есть половые то есть когда есть и мужские и женские половые органы встречаются и называется гермофредитизмом и я лично знаю нескольких людей даже с которыми познакомил еще до того как стала врачом где гермофредитизм присутствовал самое интересное что восприятие пола этих людей тоже было нарушено то есть были периоды у них даже были менструации в этих ну скажем женщин да если это был по женский креатив но первая половина они жили как женщина вторая половина их тянула к женщинами они чувствовали себя мужчинами тоже вот у них фактически тоже такие были случаи но если например говорить о подходе в америке в канаде в первую очередь мы рассматриваем вот это диспропорции восприятия себя по половой принадлежности значит есть несколько таких как бы направлений потому что с одной стороны это может быть действительно как вы говорите нормальный нормальный креатив просто маскулинизации например у женщин или феминизация мы называем фемининовый и феминизующий тип мужчин да то есть они выглядят как девочки это связано в основном с поломкой усвоения половых гормонов каких-то генетических потом есть истинное трансгендерство когда ребенок у него все как бы генетически нормально но он не воспринимает себя по тому полу которому он принадлежит и хотя может выглядеть например мальчик как мальчик девочка как как девочка но внутри они не чувствуют себя тем полом и очень интересная была вот есть такое реалити шоу называется I'm Jazz Jazz это самый первый ребенок в мире который два года пожилал мальчик который пожилал стать девочкой это самый первый ребенок которому была сделана операция именно в детстве по изменению пола потому что он настаивал на этом постоянно и фактически за жизнью этого ребенка сейчас этой девушки уже 15 лет следит не только вся америка но и ну и весь мир потому что уникальные эпизоды жизни через что она проходит все эти годы в процессе адаптации к своему новому состоянию к взаимодействию с обществом значит криминальной терапии и прочее прочее значит в отношении вот как вы говорите о проверке в канаде и мне кажется что это все это должно быть в первую очередь это разговор ну с людьми и что касается детей у нас есть четкая позиция что родители не должны игнорировать желание детей ну когда они выражают свое желание быть быть кем-то другим но не тем кем они родились конечно же мы должны изучить такой случай без ну то есть понять это просто влияние со стороны например имеет братика там или сестричку да которые очень много и просто желание носить платьица или носить штаны играться теми же игрушками или это действительно как бы выходит изнутри что ну невозможно подавить ни какими-то запретами что кстати не пощаются ни какими-то переубеждениями и ожиданиями и даже криминальной терапией чтобы избавить ребенка от этих мыслей и мне кажется вот вы подтвердите как эндокринолог детский эндокринолог что очень тяжело определить эту ситуацию именно у ребенка который еще не может осознанно выразить свое желание в той форме как это может сделать взрослый человек а с другой стороны родители которые не хотят воспринимать это за правду они будут делать все чтобы ну многие большинство чтобы как раз не позволить ребенку ну развиваться в том направлении которое он хочет развиваться ну да действительно как бы в россии ну на такую тему даже плохо слышно а сейчас получше нет ну говорите сейчас мы попробуем в россии как бы действительно такую тему не ну просто не принято да да обсуждать и вот когда у детей какие-то есть нарушенные заболевания связанные с ферментной активностью да вот вот у меня был случай мутации стероидогенного фактора 1 то есть девочка сначала маме на пренатальном скрининге сказали что у нее будет мальчик все там все приготовились да ждут мальчика рождается ребенок у него большие половые губы да в больших половых губах есть какое-то образование вроде яичка вроде не яичка есть какой-то вход как влагалище да и слегка увеличенный клитор пенисообразный да непонятно что врачи там собрались стали смотреть думают в каком поле зарегистрировать вот действительно есть и мужские да признаки какие-то женские ну решили зарегистрировать женском поле а дальше возникают такие трудности то есть позже девочки да вот этой делают пробу стимулирующую выясняет что вот это вот то что в больших половых губах это яичко яичко вырабатывает тестостерон при стимуляции то есть оно может само дать половые гормоны да в пубертате и запустить развитие по мужскому типу естественно ни один здравомыслящий хирург удалять работающий орган не будет да который тем более гормонально активно девочка ну вот это вот ребенок да зарегистрирован в женском поле чтобы сменить пол на мужской родители сталкиваются с тем что ну вот как у них там три года была девочка да как объяснить родственникам как объяснить друзьям что была девочка стал мальчик да никто же не будет задаваться в эти медицинские аспекты второй момент это у в этой семье был старший ребенок который тоже был не намного старше девочки ну там пять лет то есть ему тоже психологически непонятно что у него была сестренка стал братик да то есть когда люди станов когда в семье возникает такая ситуация как смена пола у ребенка по медицинским показаниям да мы говорим мы даже пока еще не говорим про там желание когда там гендерная дисфория идет да то родители действительно они стал сталкиваются с огромным количеством проблем это нужно менять место жительства это нужно менять свое окружение это нужно через суд добиваться того чтобы сменили пол а чтобы сменить пол там нужно пройти консилиумы с психиатров и там всякие обследования это трехлетнему ребенку тоже очень тяжело организовать потому что ну в принципе у нас нет такой правовой правового звена в отношении смены пола у детей да но как бы вот это вот проблема и о ней нужно говорить потому что людям не имеющим отношением к медицине кажется что трансгендерность это вот что-то какое-то извращение это какой-то фрик да 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 то есть вот и когда я начинала рассказывать в блоге о таких случаях когда еще вот допустим в России некоторые заболевания они действительно наследственные да и распространены в группах где есть близкородственные браки и вот где вот эти близкородственные браки там очень сильно обычаи да то есть даже если в 14 лет допустим была девочка она генетически оказывается мужчина у нее есть функционирующие органы но семья она настолько как бы традиционно да она говорит нет все у нас девочка нам все равно что у нее там борода усы могут сами вырасти нам все равно что она может вести там половую жизнь нет это девочка все делайте девочку никто в это время ребенка не спрашивает хотя в 14 лет но в принципе уже можно понять с кем себя ты идентифицируешь да вот такие проблемы да самое интересное что в диагностических критериях вот этих гендер гендерных дисфорий или как они правильно называются да дисфорий гендерные дисфорий для взрослых есть два критерия первое это ну желание человека быть ну то есть не так не желание человека дискомфорт человека по отношению к собственному полу и второе диагностические критерии это отсутствие как раз психических заболеваний которые могут наслаивать ну не совсем рациональное восприятие собственного пола у детей к сожалению решение принимают родители и поэтому ребенок не может ну доказывать им что это у меня так потому что я внутренне чувствую так я может пытаться и даже его поведение его там скажем интересы они могут говорить о том что у ребенка совершенно другие ну скажем интересы но некоторые родители скажут ну почему девочки тоже любят там машинками играться мальчики тоже там куклами играться почему типа вот такого да и скажем женщины тоже пленки носят даже взрослые а мужчины иногда переодеваются собственно говоря тоже путают разницу между тем кто просто носит одежду скажем и с отдельным полом и здесь может быть чисто игра под строением под кого-то игры на общество или реальность скажем желание то есть как бы интерес к этому тоже могут быть совершенно разные мотивы и хуже всего что как раз даже вот эти психические проблемы у ребенка не так-то просто определить и поставить мне кажется что именно в детском детские вот эти проблемы чаще всего связаны правильно мы можем чаще всего диагностировать или эндокринные нарушения какие-то в общем и на генетическом генетическом поломке или именно вот эти хромосомные различия потому что опять же это не просто хромосомные различия потому что даже если у мужчины или женщины ну как бы исправили набор хромосом это не значит что есть нарушения на генетическом уровне которые отвечают за обмен половых гормонов и поэтому мы имеем такие случаи когда с видом например мужчины под видом мужчины фактически мы имеем женщину и наоборот под видом женщины мы можем иметь мужчину и я как врач вообще не будущее скажу что многие должны знают что все эмбрионы до определенного периода являются биопотенциальные то есть биопотенциальные то есть они могут даже с набором тех же гормонов которые хромосом которые имеют развиваться как мальчик или как девочка в противоположность полу и здесь играет вот это именно как раз поэтапность перестройки и мы называем половая дифференциация то есть есть определенные где гормоны включаются не сразу они включаются позже но даже если гормоны не воздействует скажем на эмбрион он может поменять ориентацию скажем половую и он может развиваться в совершенно другом противоположном направлении половом направлении и кстати как раз использование гормонов у племени женщины особенно андрогена может привести к тому что может быть серьезное нарушение в виде как раз развития ребенка который не является ну не соответствует тому полу который ну то есть не скажем так который не ощущается не тем полом которым которому он принадлежит и как декринолог я знаю что основная значит если мы говорим вообще о трансгендерах даже среди взрослых и людей кстати есть считается что есть 25 миллионов трансгендеров во всем мире и когда проводили например опросы в США оказалось что именно измененные которые решились на это прошли на это это буквально там по-моему на 0,3,0,6 процента а вот те которые бы хотели поменять их оказалось не раз больше но это дорогостоящие процедуры это дорогостоящие поэтому многие просто не могут себе позволить перейти переступить вот эту грань где что-то делать и из всех скажем лечений которые существуют это даже лечение это помощь перехода из одного пола в другом как бы это гормональное лечение это оперативное лечение и еще мы говорим это гипностически подтвержденные трансгендеры которые просто не лечатся но они как бы они не меняют свой пол но они ведут жизнь так как соответствие говорится тому полу который они ощущают и вот как раз о гормональной терапии давайте мы немножко поговорим ну что собой представляет гормональная терапия даже в плане детей насколько это безопасно или насколько оно необходимо вот что вы как врач опыта можете сказать на эту тему ну у детей да в основном вопрос стоит в оперативном лечении да вот это удаление ганат если они допустим при синдроме свайера да когда у девушки да но есть какие-то ганаты вроде они не женские не мужские но они могут перейти в опухоль да и тогда их нужно конечно же удалять да это уже с точки зрения просто здоровья не репродуктивного а в принципе здоровья да человека и гормональная терапия но так как пол выбирают родители да все таки то там уже зависит от того что хотят родители в конечном итоге получить да самое благоприятное это конечно вот этот вот адреногенитальный синдром рожденная дисфункция коронат почек когда делают феминизирующую пластику да у них то есть когда приводит к женскому виду половые органы и соответственно у них самостоятельно начинаются менструации если они привержены терапии да заместительной гормональной терапии и это благоприятно прекрасно но даже вот среди таких девочек встречаются те которые не могут до конца да принять ну вот свое такое непонятное тело да ну когда особенно сильная степень верилизации когда есть мошонкообразные половые губы да и такие встречаются люди среди представителей ЛГБТ сообщества да и у меня есть такие знакомые которые девочки с врожденной дисфункцией коронат почек они ну идентифицируют себя ну как мужчина будучи женского пола да если мы говорим там про более серьезные формы там допустим тестикулярная феминизация да когда как бы генетически у нас мужчина но из-за того что клетки ткани не воспринимают действия андрогенов развитие происходит по женскому типу да то есть у нас вот в природе заложено так что если нет сигнала от яичек в виде тестостерона то у нас развитие организма идет по женскому типу то есть даже можно где-то сказать что мы все изначально женщины да только потом если есть вот этот ген sry на y хромосоме да тогда он уже обуславливает развитие по мужскому типу соответственно тут конечно если это полная форма постикулярной феминизации это высокие женщины у них красивая грудь они сами внешне в принципе могут быть приятными да и ну конечно тогда выбирается пол воспитания женские заместительная гормональная терапия эстрогенами проводится в период инициации пубертат но уже дальше идет конечно это уже сфера деятельности взрослых эндокринологов там уже назначается в зависимости ну увеличение дозы то есть эстрогены которые нам нужны не только да в плане того чтобы там детородную функцию но больше да даже для таких людей в плане там костного здоровья метаболического здоровья вот и ага да да я еще просто хотела рассказать вот про то что вот вы как раз говорили что есть женщины да генетические которые выглядят как мужчины и это действительно казалось бы нам да вот мы сейчас только что проговорили что должен быть вот этот ген эсервай на Y хромосоме а у женщины она же икс икс да и то есть как у нее вот этот вот ген получается то есть всех для всех это очень удивительно как такое происходит да но вот может во время миоза опять же да произойти обмен между Y и X хромосомы и вот X хромосома берет на себя этот ген эсервай и такие пациенты они у них инициируется пубертат по мужскому типу просто гормонов не так много как у обычного мужчины просто это будут люди которые ну там слегка легкая такая волосатость да ну не так не как тестостероновые мужчины да как мы называем а ну такая легкая волосистость на лице и потом такие уже пары они встречаются как раз таки у урологов да у гинекологов когда ищут причину бесплодия в паре и выясняется что на самом деле это не мужчина а генетически женщина ну действительно вот у меня в ординатуре был один пациент у девочка которая на самом деле генетически оказалась мужчиной и она просто сидела на кровати ну когда в 14 лет ты вроде себя идентифицировал всегда как женщина да ты там носил платье ты там рос да там ну грубо говоря тебя каким-то учили женским делам да вот сейчас меня феминистки наверное атакуют ну вот ну действительно так то есть когда ты там выполнял полную гендерную женскую роль да которая принята в обществе и в 14 лет тебе говорят что на самом деле ты мужчина ну действительно для подростковой психики это это тяжелый действительно урон здесь важна работа не только да врачей но и очень мощная работа психолога потому что человек просто сидел да совершенно верно кстати вот как раз это людей с вот этими гендерными дисформиями повышен уровень различных психических проблем но опять же мы не говорим о психических проблемах которые вызывают неправильное расприятие то есть это другого вида там депрессия например треножность и даже повышенный суицид и как раз гормональная терапия и правильное расприятие то есть когда врачи начинают работать с человеком и действительно помогают ему перейти на ну как бы принять и перейти на ту форму в которой он хочет быть оказалось что значительно понижается уровень вот этих психических проблем потому что ну как бы это уже плюс в плане того что я есть я и что этого человека начинают воспринимать положительно хотя бы кто-то хотя бы врачи хотя бы близкие люди например к сожалению все эти люди у которых есть хотя бы какие-то нестандартные ну скажем восприятия там пола сексуальной ориентации и многое другое они уже становятся ну как бы их называют как бы ну пятном на обществе отбросы общества и они во многих скажем народа мира к таким людям относятся это крайне негативно не понимали даже что это действительно биологическая такая то есть это биологически заложено это не потому что они сами этого хотят что они такие в общем плохие а то что действительно мы только сейчас начинаем понимать что женский и мужской организм в гормональном отношении одинаково с исключением незначительной пропорции мужских и женских гормонов и многие не знают что женские гормоны вырабатываются с мужских и эволюции как раз если скажем реально животных доминирует скажем женское направление то есть даже не всех животных есть гены которые контролируют развитие мужского организма я считаю женского человека как раз как бы сказать основной ген который включает развитие мужского организма он есть ну там даже самый каскад этих генов но дело в том что у женщин этих генов нет и все правильно женщина как органист раздавается чуть позже и если на ходе развития женского организма вмешивается или на ходе мужского дополнительные факторы мы можем получить как раз человека который не будет ощущать себя тем полом который он вырос или же он должен догадываться что он не тот пол который заложен на природу это тяжелые случаи и я рада что мы говорим на эту тему потому что в Канаде я вижу очень много людей ну скажем колоритность людей и здесь стандартное восприятие всего этого и медицина относится к этому благоприятным в том отношении что мы не можем рассматривать этих людей как второсортных каких-то отбросках как еще что-то и поэтому на эту тему начали говорить больше и действительно когда провели опросы даже среди подростков оказалось что большое количество подростков действительно хотелось бы изменить свой пол и как раз новые рекомендации врачей говорят о том что чем раньше мы будем вмешиваться в этот процесс особенно с началом полового развития тем меньше потребуется ну вмешательства в дальнейшем даже в плане гормональной терапии которые для многих становятся очень непожизненные если так говорить да да конечно но к сожалению вот в россии говорю это пока звучит утопично потому что ну вот все решение на родителях то есть врачи даже могут только рекомендовать выбрать пол решение всегда за родителями бывали случаи когда детям в детстве делали женский пол они вырастали и говорили ну нет я чувствую себя мужчины они искали этих хирургов да и ну когда можно было бы воспитать вот в таком нейтральном поле и использовать ткань потом да вот свою собственную ткань для там пластики новых органов да то есть вот мне кажется ну я думаю ну мне кажется что меня мало кто в этом поддерживает да вот я все-таки за то чтобы как-то в нейтральном поле воспитывать таких детей чтобы они потом сами приняли решение ну в три года ребенок не может сказать кем он себя чувствует да и какие у него там предпочтения есть просто удаляют органы и потом эта травматизация все-таки интимная пластика это ну большие операции операции в том числе и психологические да некоторые после этого не живут половой жизнью вообще потому что ну психологически да тяжело были случаи когда с одной и той же мутации там брат близнец и сестра близнец одному там оставляли женский пол другой мужской и они потом решали что нет все таки мы оба там мужчина да и сестра переделывала мужской пол то есть такие тоже случаи есть они все описаны поэтому ну мне кажется это неправильно немножко заставлять да выбирать пол в раннем возрасте есть такая организация всемирная профессиональная ассоциация трансгерного трансгерденного здоровья которая практически является ну как бы центром всех вот этих рекомендаций исследований то есть она собирает всю информацию и работает с экспертами в этом направлении и вот самое такое важное наверное что должны говорить даже педиатры именно это начинается с педиатров и семейных врачей работа с родителями что как раз такие неприемлемые методы якобы лечения первое это например игнорирование факта что с ребенком что-то не так второе это выжидательная тактика пусть растет подрастет потом посмотрим это неприемлемо третье это навязывание стереотипов своих переубеждений даже насильственное навязывание это тоже неприемлемо и дальше навязывание какого-то лечения скажем даже психиатра или гормонального лечения чтобы перестроить ребенка на свой плак то есть не так как ребенок хочет а именно так как родители видят этого ребенка все это недопустимо и не должно проводиться но увы это как раз самая частая реакция родителей потому что для многих это позор что ребенок не такой как все а вы знаете я вам скажу честно что дети это не собственность это мое точка зрения да вы их родили вы их и у меня есть дети у меня есть внуки но это все таки не собственность для меня было очень важно чтобы вы дети росли как личности хорошие добрые люди личности которые собственно говоря могут выразить свое я и я им сказала мы вот когда они начали подрастать и значит мы начали много говорить на тему как раз половых отношений ну беседовать нас очень теплые откровенные отношения до сих пор и я или муж вы ему сказали что вы наши дети мы вас родили если мы считаем что у вас какие-то дефекты которые не соответствуют нашим стандартам это наша проблема потому что имеется в виду это не ваши проблемы и поэтому мы таки бы сказали неважно вы будете там скажем гей или там что-то ну то есть любые ваши восприятия себя и выражения себя даже в плане половой ориентации мы воспримем положительно потому что вы наши дети и мы вас очень любим и кто как и мы вас поддержан когда многие от вас могут сразу ну отвернуться и оставить вас и даже осудить и так и так и так я считаю что родители не должны шарахаться и ненавидеть своих детей и ну так сказать они стараются стараются делать если что-то пошло не так то это не вина ребенка что что-то пошло не так это не вина родителей это природные капли которые к сожалению появились и ставить крест на таком ребенке переделывать его и ненавидеть или бить потому что действительно возрастает уровень насилия среди таких детей их бьют физически их очень сильно наказывают но вообще их как бы на них не снимаются и это как раз вот эта проблема которая должна подниматься в обществе в первую очередь то есть менять стереотипы людей и в первую очередь родителей по отношению к своим детям которые не могут быть копии этих родителей это не есть копия родителей это нужно понимать вот да я с вами согласна у нас какие-то вопросы хотя тема очень такая щепетильная да я не отвечаю на вопросы по гинекологии потому что тема у нас очень-очень такая ну как узкая есть у нас вопросы или нет наверное логично записывать полукариотип до возраста осознания ребенком всего гендера в принципе так ну как дело в том что я например знаю что у нас не тестируют на клеотип всех новорожденных и в этом как раз поэтому до сих пор медицина принадлежно ставят по наружным половым органам однако если мы видим отклонение в наружных половых органах например клеток медали или скажем недоразвитый или еще какие-то мы можем предложить родителям тут же пройти корритепирование ребенка вот так я думаю будет как раз правильнее то есть мне кажется что родители если есть отклонение педиатр или семейный врач они должны рекомендовать таким родителям пройти корритепирование ну в целом да но не забываем опять же про те случаи когда могут быть чисто женские гениталии но генетически быть мужчины как при том же самом синдроме тестикулярной феминизации о котором узнает уже в подростковом периоде когда не приходит менструация то есть вот такие случаи никак не предотвратить корритепирование к сожалению как раз проблема в том что у нас нет закона в небе по моему мере нет законов четких которые бы были на стороне новорожденного скажем так не говоря как нам его как нам его записывать все документы и иметь потом право все это поменять ну скажем в Канаде сейчас этим проще в Европе там там можно поменять это это намного проще но все равно даже вот подросток идет в школу скажем и Виталий в садик начинает ходить ребенок и у него уже есть определенные печи здесь очень трудно как раз выбрать правильное решение как мы должны изменить ну вот этот все эти документы чтобы потом само же общество не задолбало извините выражение этого человека что он не такой как все да действительно и права тоже получать сложно таким людям делать операцию детям чисто по желанию родителям это какая-то дичь знаете родители есть конечно очень странные я знаю пару значит у которых родился мальчик и вот им хотелось девочки у них родился мальчик они этого ребенка до трех лет одевали детскую одежду девичью одежду заплетали бантики косы и когда он мне показывал фотографии и называли женскими то есть они его не признавали как мальчика хотя ребенок был типичный мальчик и когда он уже стал взрослым мужчиной и начал формировать семью мы как-то встретились и ну через знакомых он как бы ухаживал за дочерью моих знакомых и он мне эту историю рассказал и показал даже фотографии и это был какой-то ужас что даже до пяти лет он был девочкой и потому что он хотел он типичный мужчина его тянет на девушек он женится на на шлечни но вы знаете что он мне сказал он мне сказал что вот это насилие родителей по отношению к полу что сделать из него девочку оно не прошло даром у него психические вот эти проблемы от этого насилия только остались и он говорит у меня даже бывают такие моменты когда я даже не знаю как себя правильно вести по отношению к женщинам и к мужчинам только потому что я помню все время эту травму когда меня вынуждали носить платье которое я не любила понимаете и это это самое интересное что родители мечтают психически мать работала учительница всю жизнь работала преподавала отец был военным и когда этот ребенок становится взрослым так смотрим дальше что нам пишут фирмы сохраним постараем да а почему меня плохо слышно вообще-то я прямо кричу вот ну мы попробуем вытянуть потом голос так сейчас сейчас ну может быть вопросов нету да все в шоке сейчас поговорим как раз на тему в принципе мне бы хотелось немножко затронуть самые распространенные проблемы со стороны гендера со стороны мальчиков потому что мы не с мальчиками я в основном имели дело с девочками и девочки это как раз вот эти гиперандрогенные вот эти гиперплассивные напочники что вообще сейчас бывает у мальчиков с вашей точки зрения ну у мальчиков вот опять же если генетически да это стекулярная феминизация все-таки да я акцентирую внимание потому что вот тоже недавно писала пост про легкая атлетка которая внешне выглядела как мужчина да ну и оказалась мужчина хотя женские половые органы у нее были вот эти вот XX мэйлы которые синдром Деля Шапеля и вот когда генетические женщина внешне мужчина да и обследование по бесплодию есть еще различные формы гипогонодизма вот есть синдром Калмана он да да встречается у женщин мне кажется очень редко но вот у мужчин он достаточно часто да это когда гипогонодизм то есть недостаточная работа половых желез плюс аносме то есть отсутствие обоняния это связано из-за того что неправильно закладывается гипоталамус внутриутробный и сейчас уже существуют экспериментальные протоколы инициации пубертат у таких пациентов они пока еще ну вот в России пока вот только на этапе опробирования да пока еще таких ну экспериментальное лечение чтобы запустить пубертат чтобы даже с возможностью сохранения фертильности таких пациентов я считаю это вообще очень здорово но вот если еще там взять 50 лет назад да такие пациенты у всех то есть это мальчики у которых в классе грубо говоря у всех уже прошел пубертат они так и остались ну непонятно с какими органами да у них могла быть гинекомастия да то есть увеличение грудных желез и действительно они испытывали очень большой психологический дискомфорт и вот даже я находила стих поэта канадского даже по-моему и он там вот как раз описывал свои чувства у него вот этот синдром и он описывал свои чувства что что он просто как ошибка природы и он не может понять кто он на самом деле и от этого ему больно ну и действительно это такие стихи вот если работать с такими пациентами да видеть таких вот ты ты понимаешь о чем говорят эти люди то есть когда всем все мы хотим ну как то хотя бы не выбиваться да из вот общества и когда какие-то минимальные отклонения мы уже страдаем а здесь ну действительно что просто ну ничего не приходит и начинается это потерянный это потерянный человек и общество как бы он не может найти свое место потому что очень мало людей поддерживает таких людей да кстати спасибо что как раз вы напомнили о спасении фертильности потому что да сейчас стараются делать операции как раз на период полного созревания потому что меньше тогда вмешательств проще перестроиться но очень важно родителям которые потому что в первую очередь подростков родители отвечают за проведение таких операций очень важно понять что такие значит большинство трансгендеров не смогут иметь своих детей ну большинство это связано с гормональной терапией с перестройками организма анатомически мы по этому не смогут однако все же сейчас предлагают например многим родителям сохранить яичниковую ткань или даже энциклетки или яичную стекулярную ткань и сперматозоид то есть как только эти девочки и мальчики начинают ну развиваться у них появляется даже первая менструация у мальчиков начинается полюция значит такие родители могут сохранить вот этот половой материал заморозить его и это потом может использоваться для создания эмбриона например с семипарами с которыми с которыми будут вступать брак то есть они могут в дальнейшем получить потомство поэтому очень-очень важно этот вопрос не игнорировать обсуждать в ходе скажем вот это когда называется план лечения что мы будем делать смертельность у такого человека то есть что его ждет в будущем сможет ли он быть мамой папой и иметь свою семью даже своими биологическими детьми да и я даже читала где-то исследование что возможно уже даже брать ткань вот эту вот яичковую да у мальчиков до вступления в кубертат и там потом можно как-то вырастить сперматозоиды раньше вот как скажем поскольку меня интересует тема репродукции раньше не удавалось получить половые зрелые половые клетки из тканей то есть если и подсаживали ткань например яичек или яичников женщин и мужчинам то только для получения гормонального эффекта а не эвуляции сейчас технологии пошли настолько вперед что даже с незрелых полипулами незрелых скажем что модезоиды удается их перевести в скайнизелы то есть можно получить уже такие есть эксперименты их делаем в медицинском и кстати это делают даже у пар с бесплодием например у которых у женщин когда нет фолликула говорят резистент лечники здесь нет фолликула оказывается мелкие вот эти лечниковая ткань может давать фолликулы и то же самое у мужчин и такое делается то есть это уже радует что все-таки благодаря прогрессу даже у людей даже трассгендер но у людей которые например теряют лечнику или ткань или тестикулярную ткань по каким-то причинам даже по схеме терапии например есть шанс в дальнейшем получить половые клетки для проведения ЭКО и получения жена патруса то есть это действительно делается так смотрим дальше если у вас есть какие-то вопросы я понимаю что тема очень такая ну не совсем обычная все ставят нам плюсики эти значит одобряются от того что мы говорим я не знаю про вас сколько у нас времени эфира осталось потому что под рукой нет у меня часов минут 10 минут 10 минут 10 если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте потому что в принципе мы можем на эту тему можно конечно говорить тоже скажу ну как бы ну более детально я не думаю что именно профессиональная вот эта детальная информация она будет интересна большинству потому что все таки это всегда индивидуальный подход в разборе значит каждый раз это случай индивидуальный где оговариваются все этапы изменения ну скажем пола или как я сказала большое огромное количество людей не меняет пол но все таки адаптируется уже более спокойно относится к своему состоянии или же могут использовать горминальную терапию для получения определенного эффекта то есть большомышечной ткани там могут вставлять импланты и прочее так нам задали сейчас вопрос что вы думаете об применении блокадров гормонов у детей сомневаешься в своем гендере ну честно говоря я вообще не впервые слышу о том что такое я слышу это как раз запрещенный метод лечения таких случаев то есть это не работает это приведет еще лучше ну то есть это приведет к нарушению развития ребенка но это не избавить его от желания быть тем кем он есть на самом деле то есть это запрещенные методы ну значит есть ли русская литература поведение таких пациентов я не знаю есть какая-то литература в России и вообще кто в России хоть немножко этим занимается вот скажем куда родители начинаются если вдруг такое возникает нет ну действительно есть такие ну вопросы вот из группы нарушения формирования пола они обсуждаются и лечатся в эндокринологическом научном центре города Москвы это федеральное учреждение есть русскоязычные гайды по ведению трансгендеров уже во взрослом в возрасте о том как вот переходы осуществить да вот из мужского в женское женское мужское да это уже сфера деятельности взрослых эндокринологов но такие русскоязычные литература есть она появляется переводится зарубежные и это не может не радовать я тоже знаю что действительно такие вот эти рекомендации они не закрыты как бы это не является секретной информацией наверное для того чтобы родители ознакомились больше ну что и как происходит и я знаю что можно использовать google переводчик который сейчас неплохо переводит медицинскую литературу ясно что с определенными точностями но все равно есть информация для родителей которая написана простым языком и переводится на любые языки мира через google переводчик или яндекс переводчик я думаю что в принципе родители могут поискать информацию дополнительно это плюс есть не только профессиональные общества есть группы или общества людей которые трансгендеры или даже родители у которых дети трансгендеры то есть есть такие общества и они публикуют очень много такой полезной информации на эту тему то есть можно поинтересоваться прежде чем упрекать ребенка что он плохой не такой как все и что я его изменю что я приложу все силы чтобы изменить я считаю что каждый родитель должен поинтересоваться этой темой изучить эту тему а уже после этого принимать решение как дальше себя вести по отношению к своему ребенку так смотрим дальше да больше у нас вопросов пока что нет вот и мы сейчас будем практически заканчивать спасибо вам большое Юля за то что вы пришли и не побоялись поговорить на эту тему потому что спасибо вам как бы разговаривали даже со многими коллегами вы знаете проблема в том что многие врачи особенно блогеры они не хотят куртить свою репутацию и затрагивать острые такие угловатые темы которые обсуждают те вопросы которые к сожалению есть то есть есть эти проблемы в обществе не нужно говорить о них правдиво и не нужно тут говорится делить людей на белых и черных там плохих хороших и увы значит я как раз тот человек который не боится говорить на эту тему открыто и я понимаю что многие начнут файкать и байкать и говорить новописы это их решение но это действительно не должно как бы это не должны закрывать глаза и не должны обвинять в первую очередь детей которые имеют свою точку зрения не такие как все ну как скажу не большинство и я рада что вы поднимаете у себя на странице эти щекотливые темы и что мы с вами встретились поговорили и я надеюсь что этот эфир поможет многим людям и даже если среди моих слушателей нет женщин или там мужчин которые столкнулись с такой проблемой все-таки я уверена что каждый если внимательно подумает вспомнит он обязательно скажет что где-то когда-то он встречал человека который вел себя ну не так как у якобы должности в соответствии с полом и возможно у этих людей будет возможность помочь вот тем всем скажу детям подросткам или даже взрослым людям не осуждать их а просто поддержать поговорить с ними чтобы они решились на те шаги которые они боятся сделать в результате того что они боятся осуждения отвержения то есть наказания вот и важно чтобы мы поняли что мы все особенные мы все уникальные и мы не можем всех пихивать одни и те же рамки правильно я говорю да и что каждый человек заслуживает счастья да и совершенно верно каждый человек заслуживает счастье у нас был у нас сейчас модный такой телесериал называется девятнадцать дней невесты это одно из них и невеста на эти дни специи а то как люди стараются получить визу в Америку даже путем жюри да очень это смешно веселое но там показывают и реальные отношения и показывают что много фейков которые стараются только перебраться в Америку и показывают очень интересную пару двух девушек которые любили друг друга и они бисексуальны и как раз в Австралии значит одна из них живет и они пришли к родителям этой австралийской девушки и они очень боялись сказать им правду очень боялись сказать правду что они бисексуальны то есть они даже ну они даже не одни с пьянки но в принципе они могут быть не с пьянками могут быть нормальными так сказать людьми и вы знаете что там этот момент когда родители узнают что их дочь не совсем якобы нормальная для общества да очень трогательная потому что показывает насколько они любят свою дочь и как ее счастливы что она счастлива то есть они открыто они говорят во-первых вам говорят ну я же мама я уже богат я же говорю мама я с ней чувствую вижу но с другой стороны говорит ты наша дочь мы счастливы ты счастлива все и показывается вот это шокирующий момент для многих потому что все думали что тут сразу будет осуждение будет то и они обнимают ее и вот эта девушка с которой она приехала и в общем вы знаете вот и все там пишут потом ну как бы в комментариях что это просто идеальное отношение родителей с людьми они приняли такое какая она есть и вы знаете так и должно быть мы должны принимать людей такими как они есть поддерживать их потому что а вот эта игра что мы их научим мы их переделаем мы их сломаем мы их вылетим по-другому это не работает особенно в отношении вот гендерных вот этой дисфорий гендерных вот этих дисфорий поэтому это не работает так что я надеюсь что наша информация будет полезна хотя бы в том плане что люди перестанут осуждать фыренько не отморачиваться и тыкать пальцами относиться к чему-то плохому и будет более благоприятно то есть если вам не нравится это понимание но не осуждать правильно да я с вами согласна хорошо мне пришло что уже скоро мы заканчиваем то есть буквально осталось совсем мало значит еще раз вам большое спасибо за то что вы присоединились к этому эфиру что мы поговорили и я надеюсь что мы обсудим ряд других вопросов в плане как раз некоторых энергиологических ну как бы проблем у детей что тоже упускается очень много закрываются глаза вот и еще раз спасибо на то что вы были спасибо большое спасибо до свидания до свидания все друзья мне осталось по всем вам спасибо всем спасибо спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания